Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня будем подробно говорить о делах государственных. Вместе с нами депутат Государственной Думы Николай Булаев. Николай Иванович, добрый вечер. Спасибо, что нашли время и посетили нас. С тем, чтобы рассказать о тех законах, которые сейчас на повестке нашего законодательного органа. И в первую очередь, конечно же, это бюджет. Бюджет 2015 года. Страна находится в непростой экономической ситуации. Следовательно, и бюджет 2015 года, насколько я понимаю, получился очень непростой. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, Лизанс. На самом деле, бюджет действительно непростой. Но, честно говоря, за все время работы в Думе, я даже не могу вспомнить, какой год, когда было все просто. И начало 2000-х годов, я помню, в 2000-м году бюджет страны был, всей страны, чуть более 800 миллиардов рублей. В этом году бюджет непростой, но это далеко за 10 триллионов. То есть, и в данном случае есть некие вещи, которые мы должны понимать, что, как некая аксиома, бюджет абсолютно точно позволяет выполнить государству все социальные обязательства, которые есть. И это не декларация, это не популизм. Это так на самом деле. Вокруг бюджета гуляет немало сплетен. Кто-то сочиняет сплетню, что отнимут зарплату у бюджетников, у учителей, у врачей, у других категорий. Но хочу сказать, что ни заработная плата бюджетников, ни какие-либо другие социальные обязательства, которые есть у государства, у регионов, абсолютно точно не будут уменьшены объемы финансирования и ни о каком изъятии денег речи не идет. Кроме этого, мне кажется, что все-таки в бюджете удалось найти решение нескольких очень важных проблем, которые мы решали, но, может быть, недостаточно интенсивно. Это, в первую очередь, промышленная политика и аграрный комплекс. По промышленной политике мы рассматриваем законопроект о промышленной политике. Пока он рассмотрен только в первом чтении, но уже в бюджете и этого, и следующего года предусмотрим финансирование фонда промышленной политики. Мне кажется, это очень важная вещь, и там деньги достаточно приличные, поэтому в год 20 миллиардов рублей. Что касается сельского хозяйства, то программа развития сельского хозяйства вообще, она достаточно объемная по финансированию, она каждый год около 200 миллиардов рублей. И на следующий год эти деньги предусмотрены. Но, кроме этого, дополнительные деньги выделены на то, что мы называем сегодня импортозамещением. И в этом году мы выделили 20 миллиардов рублей в конце года дополнительно. И на следующий год объем несколько больше мы даже предусмотрели дополнительно к тому, что было. Абсолютно точно и 2016-2017 год на эту программу деньги выделяются. При этом, конечно, наверное, мы не позволим себе там какие-то мегапроекты, какой-то шик в отношении жития за счет бюджета. И в регионах, и в муниципалитетах, и в целом по стране. У нас достаточно большая проблема по большинству регионов – это закредитованность. Ну, по разным оценкам, она от полутора триллионов до двух, с небольшими триллионов рублей. А закредитованность, причем это в том числе и коммерческие банки кредиты давали или брали у коммерческих банков под высокий процент. И эти кредиты надо возвращать, но их еще и нужно обслуживать, платить этот высокий процент. Мы в прошлом году приняли законопроект, согласно которому бюджетный кредит мы теперь выделяем под 0,1%. Это приблизительно в 100-120 раз меньше, чем в коммерческих банках. По сути дела, бесплатный кредит. И в прошлом году мы региону дали достаточно большие деньги на замещение коммерческого кредита. Ну, Рязань получила более, Рязанская область, более 6 миллиардов рублей. И в этом году мы еще дополнительно выделяем, в 2014 году. И в 2015 году еще предусмотрено около 150 миллиардов рублей на замещение коммерческого кредита. Это позволяет регионам коммерческий кредит отдать, а бюджетный кредит как бы замещает этот коммерческий кредит. И это значительно дешевле, я уже сказал, в 100 с лишним раз дешевле этот кредит. И потом все-таки государство более лояльно с точки зрения сроков, когда надо возвращать. Ну, и потом этот срок достаточно часто пролонгируется. Залан Ильич, бюджетные кредиты, вот общие векторы бюджета, понятно. Но вопрос, который традиционно волнует рядового нашего телезрителя, рядового обывателя. А что вот я как могу пощупать этот бюджет, конкретные жители Рязанской области, что мне с него? Есть ли какие-то позиции, которые в федеральном бюджете касаются непосредственно Рязанской области? И которые, что называется, в следующем году можно будет потрогать руками? Вот в бюджете федеральном, там, конечно, каждый регион не поименован. Это понятно. Но есть вещи, которые абсолютно точно, те, кто работает с бюджетом, понимают. Ну, например, мы на детские сады за 2 года выделили порядка 100 миллиардов рублей. И те, кто вводит ребят в детские сады в Рязани, в Рязанской области, понимают, что проблема с детскими садами кардинально решается. В этом году, в 2015, в бюджете 2015, вновь выделяем первый транш 10 миллиардов рублей. И Рязанская область по той форме, по которой мы распределяем эти деньги, получит свои 160-180 миллионов рублей. Уверен, что будет и второй транш, который, по сути дела, позволяет полностью решить проблему, ну, в частности, Рязанская область по детским садам не только для детей от 3 до 7 лет, и для более младших детей. Поэтому есть программы, ну, например, там небольшая программа ремонта сельских спортивных залов. Мы в прошлом году в Рязани получили эти деньги и отремонтировали почти 30 спортивных залов сельских школ. Эта программа будет и в 2015 году. И я уверен, что Рязани вновь получит деньги на эти цели. Есть программа, которая тоже уже не первый год. Мы тогда построили по этой программе первый бассейн в Радиоуниверситете, потом построили в МЕД. Эта программа тоже в этом году, согласно поправке, которую мы внесли, дополнительные деньги найдены. И у меня есть понимание, что мы построим еще один бассейн в Государственном университете. И эти бассейны используются не только в интересах студентов, но есть возможность там и детям, и жителям города. Может быть, не так, как мы хотим. Тут очень много положительных отзывов в этом плане слышно. Поэтому вот в этой части мы понимаем, что житель любого города России может ощутить на себе какие-то конкретные вещи. Есть более глобальные вещи, о которых я уже говорил. Что такое промышленная политика? Работающих в Рязани на заводах немало. Им очень важно сохранить это рабочее место. И мало того, что важно, чтобы это производство развивалось. Поэтому, мне кажется, в Рязани есть неравнодушные люди. Вот по тому же закону о промышленной политике, там Алексей Михайлович Володин задолбил. Уже всю Думу. Директор ТЯЖПЕСМАШ. Да, директор ТЯЖПЕСМАШ. Он готовит поправки, он заинтересованно участвует в обсуждении, он приезжает на парламентские слушания. И он как бы продвигает решение тех проблем, которые чувствует на своем рабочем месте. Это не маленький завод. Там не одна тысяча работающих. И, конечно, важно, чтобы завод не только сохранился, но и развивался. Еще одна тема, которую попробуем успеть обсудить, это поправки в налоговый кодекс, которые также были приняты на заседании Государственной Думы. Очень много по этому поводу копии сломано. И президент, в частности, высказывался, если вкратце обобщить, что это за поправки, что изменится со следующего года. Ну, поправок немало. Самая резонансная поправка, которая обсуждалась, это поправка о торговых сборах. И в первом варианте автор этой поправки предполагал, что этот торговый сбор коснется 20 с лишним направлений работы предпринимателей. И касался, по сути дела, всех регионов. А, конечно, это напрягло, потому что там внутри этого законопроекта содержались нормы, которые неприемлемы. Что мы имеем на выходе? Мы во фракции достаточно сильно, и иногда очень жестко обсуждали эти предложения. В результате выработали решение, согласно которому этот законопроект принят. Он принят только для трех регионов. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Города федерального значения. Да, города федерального значения. Для других территорий он не касается. Если нужно будет распространить этот закон на другие территории, то должен быть принят отдельный федеральный закон. Это не решение региона. Это первая позиция. Вторая. Касается он только двух направлений. Ну, торговли в основном. И плата за торговые площади. И очень важные позиции, что новый сбор, он не превышает по объему того, что платит, если добросовестный человек платит, то той же самой платы за патент или какой-либо иной платы. Не превышает. Он не может превышать, и это в законе установлено. Поэтому сейчас основания для того, чтобы говорить, вот они ввели, ах, вот мы теперь... Ни один регион под этот законопроект, кроме тех, которые я назвал, не попадает. Оснований для волнения сегодня абсолютно никаких нет. Хотя именно это волнение, да, во многом и способствовало тому, чтобы закон был переработан полностью, практически от него там мало что осталось. И еще одна поправка, которая была принята в виде отдельного законопроекта, о так называемых КИКах, это контролируемая иностранная компания. Или проще его называть закон о диавшоризации. Я тоже являюсь одним из авторов этого закона. Суть этого закона. Люди живут в России, свои бизнесы вывели в офшор, там зарегистрировали. И налогов российских практически не платят. По нашему закону они должны будут в течение двух лет адаптироваться, или переводят бизнес, или платят налоги так, как платит любой российский предприниматель. На мой взгляд, и на взгляд экспертов, это достаточно серьезное дополнительное поступление в федеральный бюджет. И я уверен, что законопроект правильный, и что он на самом деле никого ни в чем не ущемляет. Но сегодняшнее явление регистрации в офшорах, уход от российских налогов, я думаю, что это не патриотичная, не государственная позиция. И мы приняли закон, который корректирует тех, кто эту позицию сегодня занимает. Николай Иванович, я благодарю вас еще раз. Спасибо за то, что нашли время и побывали в нашей студии. Николай Булаев, депутат Государственной Думы о наиболее важных законах, принятой Государственной Думой. Это была программа подробностей. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин